До начала экзамена 30 минут ребята волнуются. Мобильные телефоны все сдают заранее. На входе в аудиторию оставляют и любые пособия по литературе. Взять с собой можно только воду, шоколад или йогурт и, если нужно, лекарства. После напутствий учителей все расходятся по классам, где будут писать сочинения. Это испытание станет для будущих выпускников допуском к ЕГЭ. Ребята знают, что они первые, кто проходит такое испытание в последние годы. Готовились тщательно. Литературу читал, произведения больше. Критические статьи больше никак. На сайте смотрел, подготовка была, инструкции. Первый раз. Волнительно. Судьба от этого зависит. Как дальше пройдем на ЕГЭ, не пройдем. И дальше по судьбе, как судьба сложится. На столах у школьников лишь черные гелевые ручки, бумага и школьный орфографический словарь. Словарем, принесенным из дома, пользоваться не разрешат. На часах без четверти десять. Тема сочинений еще неизвестна. 1116 выпускников пишут сочинения. Четыре выпускника выбрали изложение. Они по состоянию здоровья имеют право писать изложение. Ну а пока идет подготовка. Экзаменационные бланки заполняются печатными буквами. Во всех аудиториях есть видеокамеры. На самом госэкзамене точно такие же камеры будут транслировать происходящее в сеть. Пока же запись ведется в режиме офлайн, на диск. В 9.55 в школу привезли конверт с темами сочинений. Темы для каждого региона, они разные. Поэтому повторения, допустим, в Хабаровском или где-то в каком-то районе, в Приморском, темы были раньше выставлены. Мы не могли воспользоваться этими темами. Для нашего региона темы свои. Вот теперь уже детям в 9.55 эти темы разнесли по аудитории. Итогом станет зачет или не зачет. Такой подход в новинку и для учителей. Но они уверены, что большинство ребят справится с задачей, так как есть 5 тем сочинений на выбор. К тому же экзамен проходит в стенах родной школы. Немножко психологически комфортнее для выпускников, чем идти на ППЭ. То есть ППЭ не организуется, а все пишут в своих школах. Большая работа была проведена до написания этого сочинения, как с педагогами всех школ, с родителями, с выпускниками. Ровно в 10 часов утра в лицее, как и во всех школах Альметьевского района, вскрывают конверт с заданиями. Почти сразу посторонних просят на выход. Следующие 3 часа 55 минут ничто не должно отвлекать 11-классников от работы. За это время нужно успеть сначала написать черновой вариант, а затем оформить работу на чистовике. Проверять сочинения будут учителя тех же школ, в которых проходят экзамены. И если кто-то из школьников получит незачет, то экзамен можно будет пересдать на выбор в феврале либо в мае.